Январь – горячая пора для инспекторов биоресурсов и рыбоохраны. В это время молоть, осетра и стерляди спускаются в обскую губу. И серьезным препятствием на пути живого серебра становятся простые рыбаки. Точнее, их сети создают опасные ловушки. Как спасают белорыбицу ямальские специалисты, смотрите в репортаже Евгении Любимской. Высокие кедры, пушистые сосны и белоствольные березы – разнообразная флора Шурышкарского района – в это время года особенная. Она полностью облачена в белоснежное покрывало и похожа на сказочный лес. Особенное это время не только для природы, но и для ее обитателей, в том числе подводных. Январь месяц – это массовый скат осетровых видов, в частности на реке Большая Обь, где мы сейчас и находимся. Сети, конечно, тяжело найти с лицами, которые установили их, потому что в основном сейчас без хоз. Но практически в каждой сети попадаются виды осетровых – это «Серлядь» и «Осетр Сибирский» занесен в «Красную книгу». Часть рейдовой группы передвигается по замерзшей реке на Треколе. Впереди идут снегоходы-разведчики. Обнаружить сети для этих опытных инспекторов – как прочитать открытую книгу. Обнаружили сеть, вот установлен порядок, порядка штук 5, наверное, сетей установлено. Получается, установлены вешки и очевидно, что сеть запущена внизу, установлена. Сетей на реке на этот раз не так много, но в тех, что обнаружены, каждый раз есть запрещенная рыбка. Живую рыбу в ходе рейда инспекторы выпускают прямо в воду, но получается это не всегда, потому что некоторую уже спасти не удается. Несмотря на суровую арктическую погоду во время рейда, мороз, кстати, такой, что дух захватывает инспектор и выполняет свою работу слаженно и оперативно. Констатирует, что на этот раз в сетях больше живой рыбы. Речные контролеры не только провели своего рода субботник на реке, вытащив сети из воды, но и спасли ее обитателей. Всего в естественную среду только в этот раз было выпущено несколько десятков особей молоди стерлиди, а это уже результат. Продолжение следует...